Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Конструктивный диалог на заводе ТДА прошла расширенная встреча в Абруйской ассоциации промышленников и предпринимателей. Анализируются достижения, а нам есть чем похвастаться. Насколько должна повыситься средняя зарплата? От ГАИ не уйдешь. Водитель «Жигулей» пытался скрыться от дорожной милиции. Чем закончилась погоня? Шедевры без красок. В городе открылась персональная выставка Татьяны Корчашкиной. Когда тебе 70 или приближаешься к этой дате, ты по-другому ценишь жизнь. Что отражают живописные портреты. А также народные инициативы, жилищный вопрос и бюджетное авто. «Жили» выпустила новую модель электрокара. Какой пробег на одной зарядке? Успешный вектор экономики на заводе ТДИА прошла встреча Бавруйской ассоциации промышленников и предпринимателей с участием помощника президента, инспектора по Могилевской области. Руководители организации обсудили вопросы импортозамещения, наращивания кооперационных связей и взаимодействия с госорганами. Подробности далее. И фондом соцзащиты. В январе – это месяц, когда подводятся итоги 2022 года. Безусловно, анализируются ошибки, анализируются достижения. Нам есть чем похвастаться. Тем более, я говорю сейчас о промышленном комплексе города Бавруйская, Бавруйского района. Заместить за короткий промежуток времени импортные изделия, детали, оборудование, которые использовали с десятилетиями – задача сложная, но выполнимая. Белорусы доказали всему миру, что умеют не только работать, но и производить качественную инновационную продукцию, которая по своим характеристикам даст фору европейским аналогам. Еще одна цель – рост заработной платы. Она должна быть повышена более чем на 16%. Среднемесячная в 2023 составит 1490 рублей 60 копеек. Несмотря на санкционное давление, промышленные предприятия города Бавруйска сработали с положительной динамикой и показали значительный рост. Очень хорошо сработал машиностроительный комплекс, нефтехимическая промышленность, легкая промышленность. Для нас очень важна кооперационная связь наладить между предприятиями. Между предприятиями не только государственной формы собственности, но и частной формы собственности. И это нам успешно удается. Деньги должны работать. Эта простая истина известна каждому бизнесмену. Плюс они могут принести общественную пользу. Промышленники и предприниматели решают оказать спонсорскую поддержку Бавруйскому противотуберкулезному диспансеру. Средства будут направлены на приобретение стройматериалов. К слову, в городе построят и новый корпус экстренной хирургии. На территории больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. К работе специалисты приступят уже в этом году. Готовится проектно-сметная документация. Закончить объект планируют в 2025-м. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бавруйск, 360. Погоня длилась недолго. В Кричеве водитель «Жигулей» пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Инспекторы подали сигнал об остановке. Однако 43-летний мужчина не подчинился законным требованиям. Через несколько минут гонщик все-таки был вынужден нажать на тормоз. На нарушителя составлено 12 протоколов. От мета-свидетельствования местный житель отказался. Известно, что три года назад на этом же авто лихач уже попадался дорожной милиции. Причем в нетрезвом состоянии. Льготные кредиты, школьные обеды и новые сроки. Минздрав изменил порядок выдачи некоторых медицинских справок. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси вводится новый институт власти. Закон ОВНС принят во втором чтении. До этого документ прошел общественное обсуждение. Народная вещь наделяется широким кругом полномочий. Среди них – право утверждать военную доктрину, концепцию национальной безопасности, объявлять импичмент и многое другое. Делегаты будут избираться от различных групп населения и собираться не менее одного раза в год при необходимости чаще. В стране увеличена сумма субсидий и льготных кредитов на решение жилищных вопросов. На эти цели планируется израсходовать почти 1,6 млрд рублей. Это больше, чем в прошлом году. При этом максимальная цена одного квадрата – 1170 рублей. Отдельные льготы прорабатываются также для медиков и военнослужащих. Минздрав изменил порядок выдачи некоторых медицинских справок. Пять дней действуют документы для детей, которые отправляются в лагерь или санаторий. Плюс в случаях болезни или отсутствия контактов с зараженными инфекцией пациентами. К тому же теперь год вместо трех месяцев сведения остаются актуальными для абитуриентов, кадетских училищ, лицеев МВД и МЧС. Питание в школьных столовых теперь оплачивается по новым правилам. Нововведение действует с 2023. Согласно изменениям, средства переводятся не авансом, а раз в месяц – не позднее 25 числа. Деньги за обеды и завтраки перечисляются на расчетный счет управления по образованию в доход бюджета. У компании «Джили» появилась новая бюджетная модель электрокара. Если испытания пройдут успешно, линейка будет расширена. На одной зарядке авто может проезжать до 500 километров. Стратегия предприятия заключается в том, чтобы человек, покупая транспорт, спустя время не думал о ремонте. Гарантии и качественный сервис обеспечены. Приятный бонус – в стране продлили действия социальной скидки в 10%. Рассчитывать на поддержку государства можно в магазинах 14 торговых сетей. От участия в программе не отказался ни один крупный ритейл. Среди участников – Евроопт, Санта, Грин, Алми, Простор и Доброном. Скидка распространяется на 29 позиций. Речь о продуктах, которые белорусы покупают каждый день – яйца, мука, масло, твердый сыр, сахар и мясо на кости. Карту можно передавать родственникам, социальным работникам. Но при расчете покупатель или соцработник должен предоставить документ, подтверждающий родство, либо социальное удостоверение. При расчете также покупатели должны предоставлять оригинал документа, подтверждающий право на скидку. Воспользоваться дисконтом могут пенсионеры, инвалиды, многодетные, малообеспеченные, а также те, кто получает ежемесячное пособие. Это практически треть белорусов. В каждой организации свои тонкости предоставления скидок. В большинстве магазинов они не суммируются с другими акциями. Кожа на холсте. В городе открылась персональная выставка Татьяны Корчашкиной. Художница создает оригинальные картины из натурального материала. Путь, крылья, розовое утро, парижанка и красные виноградники. Каждые 48 работ экспериментальная. Настроением автора прониклась Ольга Васенда. В художественном музее открывается персональная выставка, посвященная 70-летию Татьяны Корчашкиной. С натуральной кожей автор работает вот уже полжизни. Создает шедевры без красок в классических жанрах – портрет, пейзаж, натюрморт и формальная композиция. При этом художница использует свою авторскую технику – сочетание барельефа с живописно-графической проработкой. У меня появилось новое видение мира. Просто когда тебе 70 или приближаешься к этой дате, ты по-другому ценишь жизнь. Потому что, ну, когда впереди 30-40, вроде бы еще есть время. Я попробовала химический карандаш. Оказывается, он на коже великолепно смотрится из живописного. Дальше я попробовала новые формы, новые материалы для лепки. Представлено здесь без малого полсотни картин. Все работы экспериментальные. Живописные портреты отражают мотивы известного итальянского художника Модельяне. Теплые тена, композиции душечкам, передают мягкость и душевность женского состояния весной. А образ полечка в серых оттенках напоминает зиму. Шарм придают головные уборы, которые прикрывают глаза героинь. А вот это самая первая работа автора. Полотно под названием «Путь» создано еще в 1992-м. Картина в темных тонах описывает непростой и тернистый путь художницы. В основе лежит натуральная кожа. Бурное течение жизни автора передает и диагональная композиция крылья. Образ птицы, который борется со шквалистым ветром. Выразительность деталей на полотнах достигается за счет объема цвета фактуры. В картине звучал романс, просматривается романтическое настроение. В силуэтной постановке героини и ее костюме ощущается стилистика XIX века. Многогранная, потрясающая цветовая гамма. Она сдержана и в то же время она широко раскрыта. Качество работы и отношение к этому всему. С любовью главное. В ее работах всегда чувствуется равновесие, духовность, стилистика, эстетика. Благодаря ей я захотела тоже творить, писать, путешествовать, показывать людям мир искусства. Работы очень стильные. Видно сразу рука мастера. И очень мне понравилась серия работ по мотивам модельяния. Произведения искусства складываются из сплетения случайных линий трещин на самом материале. Дополняют их пятна и дефекты. Увидеть необычные картины можно по адресу Максима Горького, 8. В любой день, кроме понедельника и вторника. Художественный музей работает с 10 утра до 7 вечера. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»